Пилот программы СМП Рейсинг Роберт Шварцман дважды поднялся на подиум в течение этапа Формулы 3 на трассе Поль-Рикар. В первой гонке россиянин взял серебро. Во втором заезде воспитанник программы СМП Рейсинг, согласно правилам реверсивной решетки, стартовал седьмым. Когда Роберт в какой-то момент стал третьим, то понял, что имеет преимущество в скорости. Поэтому, не теряя времени, решился на опасную атаку. Его соперник Алекс Перони пролетел буквально в сантиметрах от машины Шварцмана. Закончился отличный уикенд. Сегодня я приехал первым, вчера я приехал вторым. Хочу сказать огромное спасибо СМП Рейсинг. Через неделю буквально будет уже следующий этап в Австрии. И поэтому следите обязательно, болейте. Спасибо всем огромное. В общем зачете пилотов Формулы-3 Шварцман набрал уже 70 очков и лидирует, опережая на дюжину баллов своего ближайшего преследователя и напарника по команде Джехана Дарувалу. Третий этап мирового чемпионата Формулы-3 состоится в конце июня на автодроме Red Bull Ring в Австрии. Пилот программы СМП Рейсинг Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren F1. Приглашая Сергея, руководитель команды Андреас Зайдель принял во внимание то, что Сергей известен своим уровнем. У него есть необходимая суперлицензия и он связан с Рено, которое поставляет двигатели McLaren. И теперь на 13 оставшихся гонках сезона россиянин будет присутствовать в качестве запасного пилота сразу двух команд McLaren и Renault. Исполинский восьмицилиндровый турбодизель уже известен по кроссоверам Bentley Bentayga и Audi SQ7. Теперь двигатель прописался и под капотом флагманского кроссовера Audi SQ8. Нет, отдача двигателя снова не изменилась. Цифры такие же, как у Bentayga и SQ7. Но в отличие от них, для нового SQ8 двигатель дополнительно оборудован мягкой гибридной системой. Стартер-генератором мощностью 8 кВт с ременным приводом от коленчатого вала. Система старт-стоп глушит двигатель еще до полной остановки, уже на 22 км в час. А на более высокой скорости при движении накатом мотор может отключаться на 40 секунд. Для работы стартер-генератора потребовалась отдельная 48-вольтовая электросеть с литио-ионным аккумулятором. Кроме того, SQ8 оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой и полноприводной трансмиссией с межосевым дифференциалом Torsen. В России Audi SQ8 появится не раньше следующего года. Но и это еще не факт. Ведь топ-версию SQ7 к нам так и не привезли. А выпускающийся с 2015 года Audi Q7 дождался планового рестайлинга. Заметно изменилась внешность и интерьер, а все моторы в стандартной комплектации получили мягкую гибридную надстройку. Обновленный Q7 стилистически сблизился с флагманским кроссовером Q8. Хромированные планки на решетке радиатора теперь проложены не горизонтально, а вертикально. Усложнилась форма фар и бамперов. Габаритная длина выросла на сантиметр. Багажник уменьшился на 25 литров из-за установленного в подполье литио-ионного аккумулятора. Интерьер полностью преобразился, и физических кнопок в нем почти не осталось. Управление большинством функций возложено на пару сенсорных дисплеев. Моторная линейка тоже унифицирована с моделью Q8. Все двигатели — это трехлитровые шестерки, которые сочетаются с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Дизели не изменились, а на смену компрессорному бензиновому мотору пришел чуть более мощный турбомотор. Стартер-генератор с ременным приводом работает от 48-вольтовой системы. От нее же питаются электромоторы активных стабилизаторов. Раньше с кренами умел бороться только заряженный кроссовер SQ7. А теперь мехатронное шасси с задним рулевым механизмом можно заказать и на обычные Q7. Европейские продажи начнутся в середине сентября, но цены пока не озвучены. В Россию рестайлинговый Q7 приедет не раньше следующего года. Если судить по флагманскому Q8, то нас ждут минимум две вариации. Бензиновая и дефорсированный под наши налоги дизель мощностью 249 лошадиных сил. Компания Kia впервые выходит на рынок Индии и сразу с новой глобальной моделью Kia Seltos. Точные габариты новинки пока не раскрыты, но известно, что Seltos будет чуть крупнее Hyundai Creta и разделят с ней техническую начинку. Глобальная же линейка двигателей от индийской отличается, но характеристики известны пока только для Кореи. Это двухлитровый атмосферник, турбомотор 1.4 и дизель 1.6. Коробок передач больше, чем моторов. Это шестиступенчатый механик и автомат, семидиапазонный робот с двумя сцеплениями и вариатор. Выпускать переднеприводный Seltos будут в Индии и Корее, а в следующем году паркетник дебютирует в России и наверняка с полным приводом. КИАСИД Приподнятая версия хэтчбека Kia Seed оказалась самостоятельной моделью – X-Seed. На сей раз корейская компания не стала идти протаренной дорогой других кросс-моделей и навешивать пластиковый декор на готовую легковушку. Конечно, дорожный просвет по законам жанра увеличен на целых 42 мм по сравнению с Seed. Но главное тут – перекроенный кузов. Неизменной осталась только величина колесной базы и передние двери. Все остальное – новое. Заметно увеличены свесы, выросла ширина и высота. Оживлен контрастными вставками и интерьер в духе других моделей семейства Seed. При этом багажник у X-Seed на 31 литр вместительней, чем у исходной пятидверки. Виртуальная приборная панель на экране диагональю 12 дюймов впервые предложена в качестве опции. Основной экран медиасистемы может быть 7, 8 или 10 дюймовым. На выбор предложены 5 двигателей – 3 бензиновых и 2 дизеля, каждый с турбонадувом. Младший 1-литровый трехцилиндровый мотор сочетается только с шестиступенчатой механикой, а для других версий можно заказать семиступенчатый робот. Платформа K2 предусматривает только передний привод. Передняя подвеска со стойками Макферсона и задней многорычажкой повторяет схему Сида. Но в амортизаторы добавлены гидравлические буферы, а пружины стали длиннее и мягче. Для Европы X-Seed будет выпускать завод в словацкой Жилине. Продажи начнутся в третьем квартале. Появится ли модель в России – пока неизвестно. Электромобиль Light E1 из Нидерландов – это детище бывших студентов технического университета Эйнтховена, которые трудятся над проектом уже три года и только что представили ходовой прототип. Крупный автомобиль сравним по габаритам с Audi A7. Характерные обводы кузова с плавно неиспадающей крышей и скрытыми задними арками намекают на особую аэродинамическую эффективность, но точный коэффициент не назван. Зато известен объем багажника и разгон с места до сотни – около 10 секунд. Комплект литиево-ионных батарей сочетается со встроенными в капот и крышу солнечными панелями. Отсюда и невиданный запас хода – 725 километров. На каждое колесо приходится по электромотору, но мощность их пока держится в секрете, как и емкость батарей. Создатели рассчитывают, что владельцам из южных регионов солнце подарят до 20 тысяч дополнительных и бесплатных километров в год. И на чисто солнечном электричестве Lightyear сможет разгоняться до 15-20 километров в час. Пластик в отделке салона используется только на рулевой колонке, а все панели обтянуты натуральной тканью. На центральном тоннеле – настоящее дерево. Выпуск серийных машин в Голландии начнется через два года. Первые 100 экземпляров из 500 заявленных уже зарезервированы, несмотря на изрядную для стартапа цену. Одна Puma у Ford уже была. Стильная двухдверка с таким названием выпускалась 20 лет назад, но продолжения не последовало. Новая Puma – это кроссовер на усиленной платформе Fiesta. Синий кроссовер на видео – это приспортивленное исполнение ST-Line. Интерьер воспроизводит решения других Ford, но есть и необычные в этом классе опции. Например, съемные фирменные чехлы на молнии или встроенный в передние кресла массажер для поясницы. Интересно устроен багажник. Панель пола крепится к спинке задних сидений, чтобы получился отсек высотой 115 сантиметров. Полка закреплена на багажной двери и поднимается вместе с ней. А в подполье устроен мега-бокс. Так Ford называет пластмассовый отсек с дренажным отверстием, в который можно класть грязные вещи и мыть хоть из шланга. Бензиновый двигатель – трехцилиндровый эко-буст в двух вариантах мощности и с механической коробкой. Вскоре к ним присоединится дизель и семиступенчатый робот. Все моторы сочетаются с 48-вольтовой сетью и стартер-генератором, который помогает двигателю в первые секунды разгона. В конце года Puma сменит паркетник «Экоспорт» на конвейере завода в Краёво, в Румынии. Но российскому рынку Puma пока не светит. Легковую программу Ford у нас свернул, а заводы выставлены на продажу. Продолжение следует...